Телеканал Надия и Школа Библии представляют На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Нового Завета Книги Откровения 20 главы 10 текста А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное Где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков Пользователь спрашивает Грешники будут мучиться в озере Огненном постоянно или все-таки будут уничтожены полностью? Отвечает доктор богословия и следователь Библии Феликс Понятовский Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об озере Огненном Данное понятие встречается несколько раз в книге Откровения Я зачитаю только один текст Откровения 20 глава и 10 стих А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное Где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков Вопрос заключается в следующем Какова участь будет грешников? Будут ли они мучиться в озере Огненном во веки веков или же они будут уничтожены раз и навсегда? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо не только сконцентрироваться на книге Откровения, но посмотреть, что Библия вообще говорит об участи нечестивых или об участи грешников Поэтому давайте пойдем в самое начало Библии в книгу Бытие В Бытие, когда Господь сотворил человека и посадил посреди рая дерево познания добра и зла Господь сказал Адаму такие слова 2 глава и 16 текста Выражение «смертью умрешь» в данном случае является немножко неверным переводом еврейской конструкции, которая включает в себя абсолютный инфинитив И данную фразу лучше переводить как «непременно умрешь» или «точно умрешь» Но заметьте, в данном случае Господь не говорит, что наказание за грех или за преступление Адама будут вечной муки Он говорит, что наказание за грех будет смерть Также, если мы посмотрим на другие тексты в Ветхом Завете, то мы увидим одну картину, что постоянно жизнь противопоставляется смерти Никогда жизнь не противопоставляется вечным мукам или какой-то другой форме существования Например, книга «Второзаконие», 30 глава и 19 стих «Восвидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» Итак, мы видим, что здесь жизнь противопоставляется смерти, а не чему-то другому Точно так же можно перейти в Новый Завет и посмотреть, как Новый Завет говорит о подобных вещах Например, апостол Павел в послании к римлянам говорит, что возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем И перед этим в 21 стихе он говорит так «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть» Итак, мы видим, что нигде не говорится о том, что наказание грешника или наказание нечестивого — вечные муки Но везде подчеркивается, что наказание за грех — это смерть Также можно упомянуть то, что, например, нигде не сказано, что Господь, либо Иисус Христос, искупил нас от вечных мук Но сказано, что Он искупил нас от смерти, либо от вечной смерти Например, давайте посмотрим книгу Псалтырь, 114 Псалом И здесь восьмой текст «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слёз и ноги мои от преткновения» То есть везде, во всём Новом Завете и Ветхом Завете говорится о том, что наказание за грех — это смерть И Господь избавил нас именно от смерти, а не от чего-то другого И вот здесь возникает вопрос А почему же книга Откровения говорит постоянно о вечных муках? И почему вообще используется вот этот вот образ озера Огненного, в котором должны погибнуть или в котором должны мучиться все нечестивые? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понимать вообще саму методику или стиль, каким пишет Иоанн книгу Откровения Иоанн в книге Откровения постоянно делает аллюзии на какие-то события прошлого И в данном случае, когда он говорит об озере Огненном, он тоже использует такую аллюзию Но немножко объясню, что такое аллюзия Аллюзия — это непрямая ссылка, или скажем так, он не просто цитирует какой-то текст из Ветхого Завета Но какими-то намёками даёт нам понять, что он говорит именно об этом И какое-то событие в прошлом является прообразом того, о чём он говорит сейчас И если обратить внимание на некоторые детали описания озера Огненного, то можно с уверенностью сказать, что Иоанн делает аллюзию на разрушение Содома и Гаморы Давайте откроем вместе книгу Бытие, 19 главу, где описано, каким образом Господь разрушил эти два города Книга Бытие, 19 глава, я читаю с 24 стиха И пролил Господь на Содом и Гамору дождём серу и огонь от Господа с неба И не спроверг города эти и всю окрестность эту, и всех жителей городов этих, и всё произрастание земли И дальше с 27 текста И встал Авраам рано утром и пошёл на место, где стоял перед лицом Господа И посмотрел к Содому и Гаморе и на всё пространство окрестностей И увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи Итак, мы видим, что действительно очень много существует параллелей Между описанием озера Огненного и описанием разрушения Содома и Гаморы Огонь и серо, дым, восходящий от этих городов, когда они были разрушены И многие другие детали говорят о том, что Иоанн, скорее всего, делает аллюзию именно на это событие Есть ещё один очень интересный текст, который также говорит нам о разрушении Содома и Гаморы И он записан во 2-м послании апостола Петра, 2-я глава и 6-й текст 2-е послание Петра, 2-6 И если города Содомские и Гаморские, осудив на истребление, превратил в пепел Показав пример будущим нечестивцам И дальше я пропущу несколько текстов и перейду к 9-му То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания Здесь апостол Петр сравнивает разрушение Содома и Гаморы С последующим наказанием, которое будет ожидать всех нечестивых людей И он говорит, что Содом и Гамора был пример для будущих нечестивцев Таким образом, мы видим, что истребление этих городов стало прообразом окончания окончательного суда и окончательного истребления всех нечестивых Итак, мы можем подвести некоторые итоги Первое. Библия нигде не говорит, что наказанием нечестивых будут вечные муки Кроме книги Откровения И второе, что мы установили, это то, что Содом и Гамора для Иоанна Были прообразом последнего наказания всех нечестивых Но данная история имеет еще много различных деталей Которые мы обсудим после небольшого перерыва Напоминаю, сегодня мы говорим об озере Огненном и о вечных муках И остановились мы на том, что в данной теме очень много интересных деталей Которые обязательно необходимо рассмотреть И сейчас мы их разберем Первое, что хотелось бы упомянуть в связи с этим Это то, что Иоанн, описывая озеро Огненное Говорит, что там дьявол, лжепророк и зверь будут мучиться день и ночь во веки веков И данная фраза, день и ночь во веки веков Конечно же подразумевает, что они будут мучиться вечно Но действительно ли это так? Мы можем увидеть, что в Библии не всегда слово вечный Означает бесконечный промежуток времени Но оно может указывать и на нечто другое Например, книга «Исход», 21 глава Которая говорит о рабе, который хочет остаться навсегда у своего хозяина То пусть господин его приведет его пред Богом и поставит его к двери или к косяку И проколет ему господин его ухо шило И он останется рабом его, и здесь сказано, вечно Лей олам на еврейском языке Но здесь, конечно же, не имеется в виду, что он будет его рабом вечно Он будет его рабом до своей смерти И можно приводить много других примеров, когда в Библии слово вечный Не обязательно указывает действительно на вечность или на бесконечную продолжительность времени Но на что же здесь указывает в нашем исследуемом тексте Указывает подобное выражение А подобное выражение указывает на последствия, а не на продолжительный процесс И это мы можем увидеть на примере ряда других текстов Например, послание Иуды И давайте зачитаем 7 и 8 стихи Заметьте, здесь сказано, что они были подвержены казни огня вечного Но мы знаем, что Содом и Гамора не горят вечно Они были сожжены в одночасье И на следующий день, когда Авраам вышел, чтобы посмотреть на то, что произошло с этими городами Он увидел только дым, который восходил от них Таким образом, данный текст также говорит о том, что наказание этих городов было вечным А не их мучение или огонь, который их сжигал, он сжигает их вечно Также еще один пример, который можно привести в связи с этим Связан с книгой Откровения и с наказанием Вавилона Давайте прочитаем 19 главу и 3 текст Иоанн говорит о том, что когда была осуждена блудница То есть город Вавилон, она была уничтожена и дым восходит во веки веков Но данная фраза опять же не говорит о мучениях, которые длятся вечно А говорит о том, что наказание это имеет последствия, которые будут длиться вечно И в другом параллельном отрывке, это в предыдущей главе, где также описано уничтожение Вавилона Говорится, что он будет уничтожен раз и навсегда И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря С такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его Итак, мы видим, Иоанн говорит, что этого города уже больше не будет, он перестанет существовать Итак, каждый раз, когда Библия говорит о вечных наказаниях, имеется в виду, что не сами наказания вечны Но последствия этих наказаний будут вечными Еще один текст, который необходимо разобрать, это Евангелие от Марка, 9 глава Где Иисус Христос несколько раз говорит о мучении в гиене и также упоминает слово вечный Итак, Евангелие от Марка, 9 глава и 43 текст «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый» В данном случае Иисус не говорит о том, что наказания будут вечными Он говорит о том, что будет неугасимый огонь, который будет сопровождать эти наказания И здесь Иисус использует также одну метафору для того, чтобы описать последствия этого наказания Дело в том, что слово гиена, которое упоминает Иисус, происходит от выражения «долина сынов Эномовых» И данная долина упоминается несколько раз в Ветхом Завете Когда-то давно, еще до плена, это было местом, где израильтяне приносили жертвоприношение идолам И совершали разные другие мерзости В связи с этим пророк Иеремия произносит проклятие на эту долину И говорит, что она превратится впоследствии в место, которое будет мерзостью для Бога Давайте откроем книгу пророка Иеремии, 7 главу Итак, книга пророка Иеремии, 7 глава и 31 стих И устроили высоты Тафета в долине сынов Эномовых Чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне Чего я не повелевал, и что мне на сердце не приходило Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будет более называться место это Тафетом И долину сынов Эномовых, но долину убийства И в Тафете будут хоронить по недостатку место Действительно мы знаем, что после плена, когда израильтяне вернулись из Вавилона То данное место, долина сынов Эномовых, стало свалкой мусора И этот мусор сжигался, и огонь там постоянно практически горел или тлел И вот именно подобная картина стала вот той метафорой, источником метафоры Которую использует Иисус Христос, когда говорит о вечном наказании и неугасимом огне Итак, мы рассмотрели уже много примеров, которые говорят о том, что грешники будут наказаны не вечными муками Но последствия этих наказаний будут вечными И последний аргумент, который хотелось бы разобрать Это то, что говорит сама книга Откровения Потому что Иоанн в книге Откровения как будто дает нам намеки, указания Что действительно имеется в виду не вечные муки, но имеется в виду окончательное наказание нечестивых Книга Откровения, 20 глава и 14-15 стихи И смерть и ад повержены в озеро огненное Это смерть вторая И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное Заметьте, что здесь смерть и ад повержены в озеро огненное Все это действие названо второй смертью То есть Иоанн говорит, что это является иллюстрацией Или примером того, как будут уничтожены все нечестивые И в конце концов это будет смерть, а не вечные муки И здесь хотелось бы упомянуть еще некоторые тексты, которые говорят о том Что наказание нечестивых все-таки будет одноразовым И это будут не вечные муки, а вечная смерть Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам И в первой главе говорит следующие слова Второе послание к Фессалоникийцам Первая глава и шестой и седьмой текст Ибо правильно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью А вам, оскорбляемым, покоем вместе с нами в явление Господа Иисуса С неба с ангелами силы Его В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога И не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа Которые подвергнутся наказанию вечной погибели От лица Господа и от славы могущества Его Апостол Павел здесь говорит о том, что нечестивые Они подвергнутся вечной погибли И не говорит о том, что они будут мучиться вечно Итак, мы рассмотрели, что на протяжении всей Библии Говорится о том, что наказание нечестивых будет смерть А не вечные муки Христиане страдают, болеют и умирают Точно так же, как нечестивые Но принципиальное отличие между первыми и вторыми все же есть Господь обещает, что верующие в Него Не потерпят вреда от второй смерти И это та награда, ради которой стоит претерпеть до конца Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Телеканал Надия и Школа Библии представляют На сайт Bible.ua поступил вопрос относительно Нового Завета Первого послания к Коринфянам 15 главы 29 текста Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Пользователь спрашивает Что значит креститься для мертвых? Отвечает доктор богословия, исследователь Библии Феликс Понятовский Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одной загадочной фразе, которая встречается в Первом послании апостола Павла Коринфянам 15 глава и 29 текст Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Многие люди задаются вопросом, что это за интересный обряд или за интересная практика, которую здесь упоминает апостол Павел? Крещение для мертвых, ради мертвых или вместо мертвых? И надо сразу же сказать, что интерпретация данного текста является достаточно сложной И кто-то даже подсчитал, что есть более 40 различных толкований на данный текст И сложность интерпретации заключается в том, что фразу, которая на греческом языке звучит как «хюпер тон некрон» для мертвых, за мертвых, на русский язык можно переводить по-разному Сам греческий предлог «хюпер» плюс генитив, это родительный падеж Такая конструкция имеет много различных вариантов перевода Например, данный предлог может переводиться как «за», «ради», «для» Может переводиться в конструкции «чтобы» Например, в Евангелии от Иоанна 11 глава и 4 текст Где Иисус говорит «эта болезнь не к смерти, но чтобы явить славу Божию» И в греческом языке там как раз использован предлог «хюпер» Может переводиться «вместо» Например, второе послание Коринфянам 5.14 Если один умер за всех, но имеется в виду вместо всех, то все умерли Может также переводиться в значении «из-за» И примером такого перевода этого предлога может служить книга «Деяния апостолов» 5.41 «Радуюсь, что из-за имени Господа Иисуса удостоились принять бесчестье» Также, если рассматривать этот предлог в локативном смысле, то он может переводиться в значении «над», «над чем-то» Например, филиппийцам 2.3 «Почитайте один другого в высшем себя», то есть «почитайте один другого над собою» И последний вариант перевода — это переводить как «о» или «относительно» И примером использования такого перевода может служить римлянам 9.27 А Исаия провозглашает об Израиле или «относительно» Израиля Как я уже отметил, данная фраза или данный текст имеет множество различных толкований И сейчас я хотел бы привести некоторые из них Информацию, о которой я сейчас буду говорить, я черпаю из комментария Энтони Тиссельтона Кстати, данный комментарий переведен на русский язык и опубликован, поэтому он доступен для всех Тиссельтон приводит следующие толкования, примеры толкования данного текста Например, Теодор Безза говорил о том, что данный текст означает омывать своих мертвецов Или готовить мертвецов для погребения Но, конечно, такой вариант вряд ли совместим с контекстом данной главы Более того, сам глагол «баптица», который используется здесь, означает погружение в воду, а не просто омовение Другой вариант перевода был предложен Фомой Аквинским, который отождествлял данную фразу со смертными грехами Говорил о том, что люди крестятся не ради мертвых, а ради смертных грехов, которые они совершили Но данный вариант тоже вряд ли возможен, потому что в данном случае приходится исправлять сам текст Священного Писания Лютер, например, понимал предлог «хипер» в его локальном значении, то есть значении «над» или «выше» И предполагал, что в данном случае идет крещение над могилами умерших То есть был когда-то такой обряд, когда люди крестились над могилами, например, умерших родственников Но, скорее всего, это тоже неподходящее толкование для данного текста Кальвин считал, что здесь речь идет о крещении непосредственно перед смертью То есть когда люди на смертном одре принимают решение, чтобы креститься Джон Эдвардс считал, что здесь речь идет о людях, которые крестятся, потому что они пережили опыт обращения Из-за того, что были свидетелями мученической смерти кого-то из христиан И, видя пример мученической смерти, они крестятся ради мертвых Один оригинальный подход к интерпретации данного стиха был высказан Иоанном Златоустом А впоследствии поддержан Эразвом Роттердамским Златоуст утверждал, что данная фраза «тонный крон» является сокращенным вариантом креда первых христиан Или проявлением формулы веры, которая полностью звучит так «Верую и ожидаю воскрешения мертвого тела» Хотя данный подход достаточно оригинален, но тем не менее он также требует большой реставрации самого текста Что для текстологии является недопустимым Ну и, конечно, уже очень долгое время существует вариант перевода, который говорит о том Что данный предлог Хюпер необходимо переводить как «вместо» И в данном случае предполагается, что в Коринфе была некоторая практика Когда христиане крестились вместо умерших или за умерших родственников Которые в течение жизни не успели принять крещение или не стали христианами Эта последняя интерпретация данного текста долгое время была одной из самых популярных И известные толкователи Библии соглашались с этой позицией Но действительно ли Павел имел в виду крещение вместо мертвых? Об этом мы узнаем после короткого перерыва В первой части выпуска мы говорили о различных интерпретациях 1 Коринфян 15-29, которые были предложены различными исследователями И также упомянули, что интерпретация, которая говорит о том, что здесь речь шла о крещении вместо мертвых Была долгое время достаточно популярной Однако за последние два десятилетия было выпущено достаточно много различных исследований Авторы которых убедительно доказывают, что мы не можем трактовать данный текст Как крещение вместо мертвых И должны искать какую-то другую интерпретацию данного текста Первый аргумент заключается в том, что в греческом языке Значение вместо не является главным значением предлога хюпер Более того, в греческом языке есть другой предлог анти Который чаще всего используется в этом значении Поэтому если бы Павел хотел сказать о крещении вместо умерших То, скорее всего, он использовал бы как раз именно предлог анти, а не предлог хюпер Другой важный аргумент связан с тем, что если мы примем то, что данный текст говорит о крещении вместо мертвых То он будет совсем не связан с близлежащим контекстом Об этом говорит один исследователь Мёрфи О'Коннор в своей статье, которая посвящена этой проблеме Он говорит следующее Если мы согласимся с тем, что 1 Коринфянам 15.29 говорит о заместительном крещении То в таком случае мы признаем, что существует полный разрыв между 29 стихом и его близлежащим контекстом Другими словами, хотя стих 29 отражает общую тему главы, то есть надежду на воскресение мёртвых Он не имеет отношения к своему непосредственному контексту По этому критерию заместительное крещение является наименее вероятным толкованием Из всех имеющихся вариантов интерпретации стиха 29 Давайте немного поясним, что имеет в виду Мёрфи О'Коннор Предыдущий контекст или предыдущий текст говорит об Иисусе Христе И о том, что Ему покорятся все И о том, что Он является победителем над смертью А последующий контекст, то есть стих 30, говорит о Павле, который упоминает о своих страданиях ради надежды на воскресение И получается, что 29 текст как бы выпадает из общего контекста и повисает в воздухе Ещё один важный аргумент, который бы хотелось упомянуть в этой связи, был предложен исследователем по имени Джоэль Уайт Уайт обращает внимание на общий контекст послания апостола Павла к Коринфянам И говорит о том, что причина, по которой Павел поднимает вопрос о воскресении мёртвых Состояла в том, что в Коринфе была какая-то группа людей, христиан, которые не верили в воскресение мёртвых И именно их пытается убедить апостол Павел Но такие люди вряд ли бы принимали участие в каком-либо обряде, который был бы сопряжён с крещением ради мёртвых или вместо мёртвых Либо же мы должны предположить, что в Коринфе существовало две группировки людей Одна из них практиковала крещение ради умерших, а другая вообще не верила в воскресение мёртвых Но это вряд ли возможно, по крайней мере Павел ничего об этом не говорит Ещё один аргумент, который мы можем упомянуть в этой связи, это исторический аргумент Нам известно очень много обрядов, которые практиковались в Древнем мире Но ничего не известно о подобном обряде, где бы кто-то совершал крещение вместо умерших Даже среди язычников не было ничего подобного Ну и последний аргумент, который нужно упомянуть, это то, что подобный обряд противоречил бы теологии самого апостола Павла Потому что Павел нигде и никогда не делает никакого намёка на крещение вместо мёртвых Все перечисленные аргументы убеждают нас в том, что интерпретация, предлагающая переводить предлог хюпер в значение вместо, не является состоятельной Это значит, что нам нужно искать какой-то другой способ или путь толкования данного текста Самым простым пониманием предложенного текста будет перевод хюпер в значении для или ради В принципе, как и предлагает нам синодальный перевод Но здесь нужно кое-что объяснить, вернее, прояснить ту ситуацию, которая могла вызвать подобное замечание апостола Павла А скорее всего, в Коринфской церкви, когда кто-то из христиан умирал, то он мог просить своих родственников, которые ещё не приняли Христа, чтобы те обратились и приняли крещение Таким образом, это давало бы им надежду на воссоединение в будущем Именно, скорее всего, к такому случаю и апеллирует апостол Павел И так как Коринфская церковь была достаточно большой, то подобные случаи могли быть не единственными Когда кто-то становился христианином по просьбе своего умирающего родственника христианина Подобное прочтение данного текста не идёт вразрез с контекстом всей главы Которая утверждает уверенность в воскресении и надежде на воссоединение с усопшими христианами Более того, данное прочтение является самым простым и логичным толкованием данного текста В нашем мире много боли и разлук И смерть является одной из самых горьких и для многих она, увы, бесповоротна Но у христиан есть надежда Надежда, которую даёт только вера в Иисуса Христа Иисус Христос на Голгофе победил смерть 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 Субтитры создавал DimaTorzok На сайт Bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета, книги Исайя, 38 главы, 5 текста «Пойди, скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, Отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет» Денис спрашивает, почему Езекия молился и почему Бог исцелил его, если он сказал, что тот умрет? Отвечает доктор богословия и следователь Библии Феликс Понятовский Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о молитве Езекии. История об этом записана в 38 главе книги пророка Исайи. Я зачитаю с первого текста. «В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исайя, сын Амоса, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». После этого мы читаем, что Езекия помолился Богу, и Бог изменил свое решение и послал другую весть для пророка Исайя. 38 глава и 5 стих «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, Отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Возникает вопрос, может ли человек повлиять на Бога и убедить его изменить его решение в том или ином вопросе? Сегодня мы попробуем с этим разобраться. И для того, чтобы разобраться с этим, нам необходимо попробовать понять литературный и исторический контекст книги пророка Исайи и как раз именно истории о царе Езекии. Данная история записана в книге пророка Исайи с 36 по 39 главы. Когда мы читаем эти главы, мы зачастую не обращаем внимания на то, что они расставлены не в хронологическом порядке. У автора, у пророка Исайи, были свои веские причины, почему он сделал именно так. И сегодня мы не будем их обсуждать, но мы попытаемся понять, какой же был хронологический порядок событий в жизни царя Езекии. И первый намёк на то, что главы стоят не в своём временном порядке, мы находим в 38 главе и 6 стихе. Пророк Исайя, после того, как он обещает Езекии, что будет добавлено ещё 15 лет к его жизни, говорит следующее. «И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот». Мы знаем, что осада Иерусалима царём Ассирийским описана в 36 и 37 главах книги пророка Исайи. Соответственно, это событие, болезни Езекии и исцеление Езекии, произошли ещё до осады Иерусалима, но в тот момент, когда именно угроза нашествия Ассирийцев уже нависла над Иудой. Другой момент, о котором хотелось бы сказать, это то, что, скорее всего, была не одна осада, а было несколько осад Иерусалима. Но Исайя описывает только одну осаду. Но если мы будем читать книги Царств, то четвёртая книга Царств говорит, что, скорее всего, два раза царь Ассирийский приходил для того, чтобы взять Иерусалим. Первый раз он приходил, и Езекия откупился от царя Ассирийского тем, что заплатил ему дань. И это записано в 18 главе с 13 стиха, четвёртой книги Царств. В 14 год царе Езекии пошёл Синахирим, царь Ассирийский, против всех укреплённых городов Игуды и взял их. «И послал Езекия царь Иудейский к царю Ассирийскому в лохи сказать, «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь Ассирийский на Езекию царя Иудейского 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия всё серебро, которое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского». Итак, мы видим, что Езекия отдал всё серебро, всё золото, которое было у него дома, а также всё серебро и золото, которое было в доме Господнем. Когда мы читаем 39 главу книги пророка Исаия, мы видим, что к Езекии приходят послы из Вавилона. И Езекия показывает этим послам все сокровища, которые были в его царском доме. Но, скорее всего, эти события также должны были происходить до осады Иерусалима и до того момента, когда царь Езекия отдал все свои сокровища царю Ассирийскому. Потому что в противном случае царю Езекии просто нечего было бы показывать. Итак, давайте подведём некоторые итоги. События в жизни Езекии должны были развиваться следующим образом. Вначале Езекия смертельно заболел. После этого он исцелился, и к нему приходят послы из Вавилона. Данное событие также очень важно. Потому что мы знаем, что Вавилон был вассальным городом, который зависел от Ассирии. Но во время жизни Езекия было два момента, когда Вавилон восставал против владычества Ассирии. И, скорее всего, раз Миродах Валадан посылает послов к Езекии, это означает, что Вавилон восстал против владычества Ассирии, и Миродах Валадан действует как независимый царь. Но здесь важно помнить ещё один момент. Миродах Валадан не просто посылает послов для того, чтобы поздравить Езекию с выздоровлением, а, скорее всего, он ищет союза с Иудой против Ассирии. И тот факт, что Езекия очень радушно принимает послов и показывает им все сокровища своего дома, говорит о том, что Езекия, скорее всего, согласился на этот союз. И именно поэтому Господь выговаривает Езекии и говорит, что он плохо поступил, показав послам все сокровища своего дома. Следующий не очень хороший поступок, который совершает Езекия после своего выздоровления, это то, что он отдаёт все сокровища своего дома, а также сокровища дома Господня в дань царю Ассирийскому. После этого Езекия переживает осаду, но он показывает веру в Бога, и Господь помогает ему пережить эту осаду. А впоследствии в жизни Езекии ещё происходит одно событие, которое имеет негативные последствия. У Езекии рождается сын по имени Монасия. Четвёртая книга царств, 21 глава, говорит следующее. «12 лет был Монасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме». Если Монасия была 12 лет в тот момент, когда умирает Езекия, значит Монасия был рождён приблизительно через 3 года после выздоровления Езекии. Итак, мы видим, что в жизни Езекии после его выздоровления произошло несколько не очень хороших событий. Вернее, можно даже так сказать, что Езекия совершил несколько ошибок после своего выздоровления. Таким образом, мы можем сделать один важный вывод, что, возможно, Господь специально хотел забрать Езекию для того, чтобы оградить его от ошибок в будущем. В книге пророка Исаии есть замечательный текст. Пророк Исаии, 57 глава, ей первый стих. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые забираются с земли, и никто не помыслит, что праведник забирается от зла». Действительно, иногда Господь забирает праведных людей для того, чтобы оградить их от зла в этом мире. Но у нас остаётся вопрос. Почему всё-таки Господь ответил на молитву Езекии, если он видел, что для Езекии было бы лучше в тот момент умереть? Но об этом мы поговорим после небольшого перерыва. В первой части выпуска мы пришли к выводу о том, что, возможно, Господь специально хотел забрать Езекию для того, чтобы оградить его от тех ошибок, которые он совершает впоследствии. И действительно, за 14 лет своего царствования Езекия показал себя очень благочестивым царём, который сделал очень много хорошего. В 4 книге царств, 18 главе, о нём сказано так. «На Господа, Бога Израилева уповал Он, и такого, как Он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после Него, и прежде Него». Более того, данная история о молитве Езекии открывает нам то, каким образом действует Господь по отношению к нам. Наша жизнь является историей с открытым концом. Это значит, что Господь не детерминирует жёстко события нашей жизни, но позволяет нам принимать некоторые решения и влиять на свою собственную судьбу. Хотя Господь и знает от начала, что будет в конце. Итак, почему Господь ответил на молитву Езекии, если знал, что Ему лучше будет умереть? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте представим, а что бы произошло, если бы Господь не ответил на молитву Езекии? Давайте прочитаем саму молитву. «Тогда Езекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и дел угодно в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Мы видим, что Езекия в данный момент ещё не был готов принять волю Бога. И если бы он умер в этот момент, то, скорее всего, он бы умер с большим разочарованием. И с обидой на Бога. Итак, мы можем сделать ещё один важный вывод. Господь иногда поступает так, как поступил Отец из притчи о блудном сыне, который не удерживал силой своего сына, но позволил ему идти своим путём. Потому что в тот момент сын был уверен, что поступает правильно, и ему нужно было время для того, чтобы увидеть результаты своего выбора и понять, что он ошибался. Но истинная вера заключается в том, что мы доверяем Богу даже тогда, когда мы не понимаем, почему Бог поступает так или иначе. Именно такую веру продемонстрировали трое друзей Даниила, когда они не поклонились идолу, которого установил Навуходоносор. Книга пророка Даниила записывает такие их слова. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскалённой огнём, и от руки твоей царь избавят. И если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Смотрите, эти юноши были уверены в том, что Господь может их избавить от руки царя и от раскалённой печи. Но тем не менее они говорят, «Но даже если этого не будет, всё равно мы останемся верны Богу». И вот именно так поступает настоящая вера. То есть даже если мы не понимаем действий Бога, мы всё равно продолжаем Ему доверять. Если кратко ответить на вопрос, заданный сегодня «Можем ли мы изменить волю Бога?», то можно сказать так. Да, в некоторых случаях это действительно возможно. Но мы при этом должны помнить одну важную вещь. В Послании к римлянам в 12 главе во втором тексте сказано, что «Воля Божия есть благая, угодная и совершенная. И если мы просим Бога, чтобы Он изменил свою волю по отношению к нам, то делаем ли мы этим лучше для себя?» И последнее, что хотелось бы сказать сегодня. Конечно же, мы должны всё равно молиться и просить Бога, потому что Библия полна положительных примеров о молитве. Сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея говорит следующие слова, 7 глава и 7 текст. «Просите и дано будет вам, ищите и найдёте, стучите и отворят вам». А в Евангелии от Иоанна в 16 главе Иисус Христос обращается к Своим ученикам. «Да ныне вы ничего не просили во имя моё, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Мне нравится одна мысль. Божья воля – это та, которую мы выбрали бы для себя сами, если бы обладали всевидением и знали свой путь от начала до конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Телеканал «Надия» и «Школа Библии» представляют. На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета книги «Второзаконие» 22 главы 11 текста. «Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Пользователь спрашивает, почему нельзя носить такую одежду как с практической, так и с духовной точки зрения? Отвечает доктор богословия, исследователь Библии Феликс Понятовский. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о законе, который запрещает носить одежду из разной ткани. Это записано в книге «Второзаконие» 22 глава и 11 текст. «Не надевай одежды, сделанной из разных волокон, из шерсти и льна вместе». В Ветхом Завете есть много законов, которые очень сложно понять современному человеку. И данный закон – это один из них. Если мы посмотрим на одежду, которую мы носим, то становится очевидным, что она состоит из разного рода волокон. И производители одежды зачастую даже не задумываются об этом. И вот здесь возникает вопрос, как же нам относиться к подобного рода заповедей? Самый, наверное, простой подход, который очень часто практикуют люди, будет просто отмахнуться от такого повеления и сказать, «Это Ветхий Завет, и к христианам сегодня он не имеет никакого отношения». Однако такой подход чреват некоторыми проблемами. И подобный подход приводит к ошибочным представлениям о характере Бога. Если мы посмотрим на природу или на наше тело, то мы увидим, что у Бога всё гармонично взаимосвязано. Нет ничего лишнего или ненужного. И посудите сами. Иисус Христос в Новом Завете говорит так, «Я и Отец одно». И тогда выглядит очень нелогичным, что Отец в Ветхом Завете даёт некоторые повеления или заповеди, а Иисус в Новом Завете их отменяет. В Евангелии от Матфея Иисус сам говорит такие слова, «Не думайте, что я пришёл нарушить закон или пророков. Не нарушить пришёл я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придёт из закона, пока не исполнится всё». Сегодня я хотел бы предложить другой подход к интерпретации законов Ветхого Завета. И он основан на следующей предпосылке. Раз Бог дал какое-то повеление, раз Он дал какую-то заповедь, значит, она является важной. И за каждой заповедью Бога есть некоторый универсальный принцип, который обязателен или который может быть применим для всех эпох и для всех культур. Конечно, сама заповедь, она может изменяться и трансформироваться, но этот универсальный принцип остаётся всегда в силе. И когда мы изучаем законы Ветхого Завета, то, что нам нужно сделать, это попытаться понять, какой же универсальный принцип лежит за той или иной заповедью. Я хочу продемонстрировать это на некоторых примерах. Апостол Павел в первом послании к коринфянам, в девятой главе, использует подобный же принцип. Он ссылается на закон в Ветхом Завете, но применяет его по-новому, используя универсальный принцип, который лежит в основе этого закона. Ибо в Моисеевом законе написано, «Не заграждай рта у вала молотящего». И дальше Павел говорит, «А в Аллах ли печётся Бог?» Или, конечно, «Для нас» говорит. «Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое». Смотрите, Павел здесь использует закон Ветхого Завета и говорит о том, что этот закон Ветхого Завета остаётся легитимным, то есть он остаётся в силе. Но что делает Павел? Он берёт принцип, который лежит в основе этого закона. То есть принцип такой, что каждый, кто работает, должен получать своё вознаграждение, независимо от того, это вол или это человек. И применяет этот принцип уже к новой ситуации. Можно рассмотреть ещё один пример. Это пример о жертвоприношениях. Очень часто люди говорят так, «Жертвоприношения уже отменены, и их приносить уже не нужно». С одной стороны, действительно это так, мы сегодня не приносим жертв. Но принцип, который лежит в законе о жертвоприношениях, остаётся важным и остаётся в силе и сегодня. А принцип следующий. «Наказание за грех — смерть». То есть если я согрешил, я должен умереть. И если не я умираю, то кто-то другой должен быть принесён в жертву, или кто-то другой должен умереть вместо меня. И сегодня мы знаем, что мы не приносим жертвы, потому что за нас уже принесена совершенная жертва Иисуса Христа. Но принцип должен оставаться таким же самым. То есть если я согрешил, то я должен прийти к Иисусу, раскаяться в своих грехах и просить, чтобы его жертва была вменена за мой грех. Итак, мы видим, что за каждым законом Ветхого Завета есть какой-то определённый принцип. И этот принцип остаётся универсальным для всех эпох, для всех культур. И сегодня мы попробуем как раз и разобраться, какой же универсальный принцип лежит за этой заповедью, которая гласит о том, что человек не должен носить одежду из разного рода волокон. И сделаем мы это после короткого перерыва. В первой части выпуска мы говорили о том, что каждая заповедь Ветхого Завета содержит какой-то универсальный принцип, который применим ко всем эпохам. А теперь давайте попробуем разобраться, какой же принцип лежал в основе заповеди, которая запрещала ношение одежды, состоящей из разного вида нитей. Если мы посмотрим на контекст этой заповеди, то мы обнаружим, что она является частью нескольких повелений, которые объединяются одним общим принципом. Я прочитаю с девятого текста. «Не засевай виноградника своего двумя видами, чтобы не сделать тебе закрытым сбор семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на воле, если вместе. Не надевай одежды, сделанные из разных волокон, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься». Мы можем видеть, что все эти заповеди, за исключением последней, запрещают смешивание. «Нельзя смешивать семена, нельзя смешивать разных животных в одной упряжке для сельхозработ, и также нельзя смешивать нити в тканях». И последняя заповедь, она как будто бы выбивается из данного контекста, потому что она говорит нечто другое. Но на самом деле, последняя заповедь является исключением из предыдущей заповеди, которая запрещает носить одежду из разного рода тканей. Про кисточки более подробно мы можем прочитать в книге «Чисел» в 15 главе. Здесь Моисей говорит следующее. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежды своих в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти». Получается так, что заповедь о кистях предписывала смешивать разного рода нити. Интересно то, что археологами были найдены подобные кисточки в пещерах Мертвого моря, которые датируются временем восстания Бар-Кохба, то есть это первая половина второго века нашей эры. И эти кисточки состояли как раз из льняных и шерстяных нитей. И мы видим, что в Ветхом Завете в некоторых случаях предписывалось смешивать нити, а в некоторых случаях запрещалось. Давайте попробуем разобраться, в чем же причина. И здесь необходимо помнить еще один важный момент. Дело в том, что в Ветхом Завете был человек, который должен был носить одежду, состоящую из разных нитей. И этим человеком был первосвященник. Я прочитаю книгу «Исход» 28 главу и 5 и 6 текст. Итак, мы видим, что первосвященник должен был носить одежду, состоящую из разного рода нитей. Итак, какой вывод мы можем сделать из этого? Обычным израильтянам запрещалось носить такую одежду, потому что единственный человек, который мог ее носить в Израиле, был первосвященником. И мы знаем, что должность первосвященника требовала от этого человека соблюдения особой святости. И сам он считался великой святыней. Данная заповедь о запрещении носить одежду из разного рода волокон была особенно важной для Пятикнижья. Потому что мы знаем, что во время путешествия по пустыне было несколько попыток подорвать авторитет Моисея и Аарона, а также установить альтернативное священство, например, восстание Кореи, Дафана и Аверона. Поэтому для израильтян было важно напоминать, что в их обществе есть только один легитимный первосвященник. И никто другой не имел права носить такую же одежду, таким образом претендовать на статус первосвященника. Однако израильтянам разрешалось носить кисточки из разного рода тканей. Другими словами, Господь дал им одну часть из одежды первосвященника для того, чтобы они помнили, что они также должны стремиться к той святости, которой обладал первосвященник. Была еще одна заповедь, которая была похожа по своей сути на заповедь, запрещающую носить одежду из разного вида нитей. И это была заповедь, которая запрещала делать фемиам такой же, который использовал первосвященник во время служения в Скинии. Записано это в 30 главе книги Исход, с 37 стиха. Эта заповедь также запрещала узурпировать власть и функции первосвященника. А теперь давайте попробуем разобраться, какой же смысл эта заповедь может иметь для нас сегодня, и как мы должны использовать этот универсальный принцип, который в ней кроется. Суть заповеди, запрещающей носить одежду из разного рода нитей, состояла в том, что нельзя узурпировать власть первосвященника, власть и функции первосвященника. Сегодня нашим первосвященником является Иисус Христос. Он ходатайствует за нас в небесном святилище. Он единственный может прощать грехи. Он единственный является посредником между Богом и человеком. И вот если кто-то берет его функции и его прерогативы и присваивает их себе, или переносит эти функции и прерогативы на кого-то другого, то таким образом такой человек узурпирует власть настоящего первосвященника. И этот принцип, и этот универсальный закон также актуален и в наши дни. Надо сказать, что заповедь, которая запрещала носить одежду из разного рода нитей, имеет еще одно важное значение. Мы уже упоминали, что она является одной из заповедей, которые запрещают смешивание. Смешивать разного рода семена, смешивать разных животных в одной упряжке и смешивать нити. Израиль должен быть чистой нацией и не должен был смешиваться с другими народами. Поэтому это был символ чистоты. Особенно символичным звучит запрет на смешивание семян. Дело в том, что слово «семя» – это то же самое слово, которое используется в Бытие 3 главе 15 тексте, где говорится о вражде между семенем жены и семенем змеи. Эти два семени должны были постоянно враждовать друг с другом и ни в коем случае не смешиваться. Интересным образом вот эти заповеди интерпретирует апостол Павел. Во втором послании к Коринфянам в 6 главе и 14 тексте Павел говорит следующие слова. «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой?» Апостол Павел берет заповедь из Ветхого Завета, в данном случае он точно ссылается на второзаконие 22.10, и извлекает из этой заповеди универсальный принцип, и впоследствии применяет этот принцип к современной ему ситуации. И мы должны делать точно так же, интерпретируя заповеди Ветхого Завета. Мы должны понимать, что давая заповеди, Бог не преследовал цель в чем-то ограничить человека. В основе всех законов Библии лежат универсальные принципы, которые не зависят от временных эпох и культурных различий. И каждый из этих принципов продиктован Божьей заботой и любовью к людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok